И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами обсуждаем новый альбом Ланы Дель Рей, или как я ее часто называю Саша Дель Грей, под названием Chemtrails Under the Country Club, который я ждал очень даже с нетерпением, поскольку, как вы можете знать, и как я очень часто говорил раньше, для меня всегда огромная радость слушать голос Ланы, вне зависимости от того, в какой аранжировке он подан, и в какой ипостасе вообще он существует, и в каком оформлении это все дело обыграно. Тем не менее, даже при моем таком фанатизме и часто, ну, не самом объективном мнении восприятия ее музыки, мне довелось потратить только лишь энное количество прослушиваний вот этого альбома, из раза в раз, так довольно методично, чтобы наконец-то вникнуть в то, что им доносилось, и в то, что там было спето и наиграно. Ибо иначе, если вот так не потратить усилий, слишком быстро это все дело падало на фон, можно было, ну, просто-напросто заснуть от медленности, медитативности и размеренности всего происходящего. Здесь все так же соблюдена вот та самая атмосфера лирики Ланы Дель Рейт, атмосфера стиля кантри, атмосфера вот такого летнего мира жаркой Америки, по которой ездит пара влюбленных, параллельно выясняющие между собой отношения по поводу и без поводу. То есть там от любви до ревности, до снова признаний, до схождения, расхождения и так далее, и так далее, и так далее. И по хорошему счету, данная атмосфера присуща, ну, практически большинству креатива Ланы, только с некоторыми небольшими нюансами и некоторыми ответвлениями во временных отрезках, и опять же в каких-то там, ну, креативных вдохновениях и заимствованиях. Один альбом может быть у нее там с большим уклоном на хиппи атмосферу, другой может быть ближе к современному арт-попу, опять же, насколько это применимо к музыке Ланы. Здесь же действительно чувствуется максимальный упор на вот этот кантри-звук и кантри-стилистику. Сугубо такое южное настроение, которое схоже одновременно с такой латиноамериканской постоянной сиестой или с жарким таким американским югом, где виднеется, знаете, вот представляется сразу, одна только заправка на 100 километров, а вокруг пустыни и такое палящее солнце. И вот как раз вот такую живописную атмосферу стоит представлять каждый раз, когда слушаешь этот альбом. Нужно ее постоянно держать в голове, вот ты регулярно должен делать над собой такое усилие, чтобы представлять себе каждую песню, как очередной эпизод вот этого мелодраматичного сериала. Лирически здесь же такая мелодрама, любовь и отношения там во всех ее проявлениях. Причем всегда просто, всегда понятно и тем не менее довольно живописно. Когда сходятся вот все звезды в голове, вот воображение, лирика, музыка и голос Ланы совпадает, воображение сразу рисует нужные картины. Это очень такой хороший слушательный опыт, расслабляющий и даже воодушевляющий в некотором роде. Однако обратная сторона медали такого лирически-концептуального посыла кроется в том, что альбом воспринимается больше как саундтрек, нежели как самостоятельная работа. Уже в тот самый момент, когда вы, ну, отвлечетесь, когда вы потеряете нить повествования и перестанете вот подкармливать свое воображение и вот эту вот атмосферу ментальную, то вы очень быстро уснете в практически, ну, акапельных работах, которые составляют этот альбом, которые не самые динамичные и не самые разнообразные по своей сути. И если предшественник под названием Норман Роквелл радовал даже парой-тройкой таких грубовых поп-рн-б песен типа Doing Time, то здесь идет одна такая сплошная музыкальная лента, стоящая прежде всего на акапельном перформансе Ланы. И начинает она очень здорово. Начинает очень бодро и, кстати, довольно живо. Отличнейше звучит ее шепотливый фальцет в открывающей песне про белое платье. Затем убаюкивает основной припев титульного трека. Затем точно так же про Иисуса и Сталсы нам рассказывают таким же образом запоминающимся и оригинальным вокалом. Но с каждой новой композицией, с каждым шагом по трек-листу, вокал становится все более таким однонотным и однотонным. Все чаще плавает во все тех же вокальных интервалах. И потому очень быстро теряется разница между песнями. Поскольку дополнительной поддержки со стороны инструментов, ну, мы мало так можем найти. Аккомпанемент здесь это, прежде всего, огромнейшее облако из реверберированного такого эха, но очень минималистичных и при этом таких далеких по панораме аккордах там на клавишах или на гитарах, которые при этом еще звучат настолько тихо, что и не слышно даже какого-то мелодического фундамента под всем тем, что происходит, кроме вокала. Как будто Лана сама вот становилась спокойнее и расслабленнее в своем вокальном перформансе вместе с более затихающими инструментами. И я, как слушатель, засыпал вместе с ней к финалу альбома. Конечно, местами выпрыгивали припевы из отдельных фраз или гостевые партии, но для меня этого было не всегда достаточно, чтобы помнить вот так отчетливо песни и отличать их одну от другой, вот причем сугубо музыкально, что характерно, вот это касается именно второй половины, если бы до конца точным. Опять же, я уверен, что этот альбом делался как раз с целью дать ощущение, дать настроение и вот такое вот дать впечатление томности и воздушности звука вместе с любвеобильностью лирики. Когда ты подключался к этому всему концепту и следил за каждым лирическим шагом и вокальным поворотом, получал такую пищу для воображения и соответствующие удовольствия. Но, если не включаться в альбом полностью и полностью разобрать, что вам хочет донести автор, то вы наверняка прочувствуете сонливое и вялое звучание, которое будет очень хорошо включаться на второй план. Но на первый план все-таки с усилием. И вот как раз мне вот этого усилия хотелось меньше всего. Мне хотелось наоборот, большего разнообразия в вокале и большего присутствия как раз инструмента. Любых. Чтобы они были более явными, чтобы они чувствовались более яркими, чтобы они строили вот музыку прежде всего, а вокал вместе с ними строился в соответствии. А так, имеем то, что имеем. Звучит прекрасно, звучит как фоново, но все-таки не самое-самое-самое. И тем не менее, за позитивный саундтрековый опыт это 3,5 из 5 для меня. А так, это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравилось вам или нет, а на что мне сделать обзор в будущем. Также следите за нашими трансляциями на Твиче каждую пятницу и воскресенье. Ссылочки вы найдете в описании, так же как и ссылки ко всем соцсетям со всеми апдейтами. А так, это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока.